Нападающий Барселоны Лионель Месси забил за карьеру огромное количество красивых мячей. Гол 24 отобрал из голов аргентинца лучшие и расставил их по местам. С 10-го по первое. Пристегните ремни. Поехали! А перед началом просмотра давайте проверим ваши знания футбола. Сможете ли вы ответить на наш небольшой вопрос в комментариях? А теперь продолжим. 10-е место. Гол Валенсии. Примера. 2009-10. Барселона-Валенсия. 3-0. В 2010-м году Месси припечатал Валенсию хэт-триком, и один из мячей получился выдающимся. Лео в классическом для себя стиле обыграл несколько соперников и ошарашил галкипера ударом в ближний угол. В этом матче сработало непреложное правило, которое действует в Барселоне уже более 10 лет. Если команде нужен гол, отдай мяч Лионелю Месси, а дальше аргентинец разберется в одиночку. 9-е место. Гол Арсеналу. Лига чемпионов. 2010-11. Барселона-Арсенал. 3-1. В 2011-м Барселона сражалась с Арсеналом за право сыграть в 1-4 финала Лиги чемпионов. В первом матче канониры сумели победить со счетом 2-1 и приехали на Камп Ноу, имея за плечами минимальный перевес. Оборона англичан справлялась с нападками Барсы до 48-й минуты, когда за дело взялся Месси. Лео получил пас от Андреса Иньесты, магическим приемом оставил в дураках Мануэля Альмунию и отправил мяч в пустые ворота. Позже этот гол аргентинца претендовал на премию Пушкаша, но уступил пальму первенства Неймару, который в то время выступал за Сантос. 8-е место. Гол Атлетико. Премьера 2011-12. Атлетико Барселона 1-2. В матче против Матрасников в 2012 году Месси обманул всех. Защита Атлетико ожидала подачи в штрафную площадь, а аргентинец взял и пробил поворотом. Галкипер мадридской команды Тибо Куртуа только развел руками. Решиться на удар в такой ситуации мог разве что отчаянный Лео. 7-е место. Гол Манчестер Юнайтед. Лига чемпионов 2008-9. Барселона Манчестер Юнайтед 2-0. Месси не так часто забивает головой. За весь 2018 год на его счету ни одного подобного мяча. Тем не менее, один из наиболее памятных голов в карьере Лео забил как раз головой. В финале Лиги чемпионов 2008-9 аргентинец инопланетным образом завис в воздухе и переиграл бессильного что-либо сделать Эдвина Вандерсара. После этого эпизода Манчестер Юнайтед уже не пришел в себя, а Барселона спокойно довела дело до победы в турнире. 6-е место. Гол Реалу. Лига чемпионов 2010-11. Реал-Барселона 0-2. Сезон Лиги чемпионов 2010-11 отпечатался в нашей памяти легендарным противостоянием Хосе Пагвардиолы и Жазе Мауринью, исход которого предрешил гений Лианеля Месси. В выездном матче против Реала аргентинец принял мяч в центре поля, ушел от четырех соперников и, не напрягаясь, переиграл Икера Кассилиса. Вкупе с его важностью этот гол стал одним из лучших в карьере Месси. 5-е место. Гол Сарагосе. Примера 2009-10. Сарагоса-Барселона 0-2. В выездном матче против Сарагосы почти десятилетней давности Месси забил уникальный гол. Выгрыз мяч в центре поля, обыграл одного соперника, дважды одурачил другого, а затем расстрелял ворота. Именно благодаря таким голам Лео запомнит как одного из лучших футболистов в истории. 4-е место. Гол Бразилии. Товарищеский матч. 2012 год. Аргентина-Бразилия 4-3. В 2012-м Аргентина и Бразилия провели роскошный товарищеский матч, подаривший зрителям море наслаждения и семь забитых мячей. Финальную точку в игре поставил, конечно же, Месси. Лео оставил неудел запыхавшегося Марсела, прошел до штрафной и пушечным ударом вколотил мяч в девятку. Аргентина в этот момент сошла с ума от восторга. 3-е место. Гол Баварии. Лига чемпионов 2014-15. Барселона-Бавария 3-0. В сезоне 2014-15 Барселона выиграла Лигу чемпионов, а Месси гениальным перформансом оставил позади Баварию в полуфинале. Второй гол аргентинца в ворота немецкой команды – настоящее искусство. Леонель гениально посадил Джерома Баатенга на пятую точку, а затем непринужденно перекинул мяч через Мнуэля Ноэра. Этот мяч заставил команду Хосепа Гвардиолы капитулировать. Гол Месси в ворота Атлетика, который случился в финале Кубка Короля, вышел удивительно красивым даже по меркам самого Лео. Аргентинец буквально уничтожил защиту баскской команды сумасшедшим дриблингом, словно играя в футбольный симулятор наилегкой сложности. Тут не нужны комментарии. Феноменальная игра Месси красноречива сама по себе. Первое место. Гол Хитафи. Полуфинал Кубка Испании 2006-7. Барселона-Хитафи 5-2. 18 апреля 2007 года Месси забил лучший мяч в карьере, поставивший его в ряд с легендарным Диего Марадонной. Настолько слаломный проход аргентинца в игре с Хитафи был похож на тот самый гол Диего в ворота сборной Англии. На пути к воротам соперника Месси последовательно обыграл пятерых игроков Хитафи. Хавьера Паредеса, Начу Переса, Алексиса Руану, Давида Беллингера и галкипера Луиса Гарсию. Я мог сфалить на нем в этот момент, но не сделал этого, потому что это стоило бы мне желтой карточки. Не мог предположить, что дальше он придумает такое. Паредес откровенничал Паредес через несколько лет после того матча. Самое парадоксальное, что победа со счетом 5-2 не вывела Барселону в финал. В ответной игре каталонцы сгорели со счетом 0-4. Но кому это интересно, когда наиболее ярким пятном в истории остался тот самый неподражаемый гол великого и прекрасного Месси? В прошлом видео мы спросили вас. Этот футболист за прошедший год подорожал с 50 до 120 миллионов евро и стал самым высокооплачиваемым английским футболистом. О ком идет речь? Ответ. О Рахиме Стерлинге. Один из лидеров сборной Англии и Манчестер-Сити стал самым высокооплачиваемым английским футболистом и подорожал на 70 миллионов. Далее вопрос. Лионель Месси пять раз в карьере выигрывал золотую бутсу. А кто делал это чаще него?